Здравствуйте, дорогие наши телезрители! И вновь с вами передача «И чем же они занимаются, когда не снимаются?» Сегодня мы расскажем об увлечении человека-легенды, уникального корсиканца, мечты женщин 70-х годов, о человеке, который одним своим появлением на экране обеспечивал миллиардные посещения кинотеатров с начала 60-х и по сей день. Человек, признанный ЮНЕСКО лицом 20-го века. Актер, бандит, мясник и ценитель прекрасного. Миллионер и персона, которую ненавидели многие полицейские чины, потому что, несмотря на все усилия, им не удалось доказать его причастность к французской и итальянской мафии. Хотя он и дружил со многими главарями мафиозных группировок, но, видимо, не судьба. Любитель животных и любимец женщин. А о себе он говорит так. Я не актер, я артист. Важнейшее отличие актера от артиста в том, что актер играет, а артист живет. И этот уникум – Ален Делон. О нем написаны книги и даже снят документальный фильм. Его работы в фильмах «Двое в городе» – «Зоро», «Искатель приключений», «Самураи» и других – вошли в Золотой фонд европейского кино. Но мы сейчас не об этом. Мы хотим рассказать вам, чем он занимается, когда не снимается и не меняет женщин, как перчатки. Ален оказался отличным предпринимателем. Он основал собственную киностудию. У него и собственная авиакомпания, и он продюсирует многие европейские современные фильмы. Также с удовольствием летает по всему миру. Он посещает фестивали и ток-шоу. И он до сих пор открыт всему новому. Делон вовсю пиарит свою дочь Аннушку и поддерживает ее во всех начинаниях. Имеет несколько собственных линий парфюма. Также у него линия чистопородных лошадей и свои великолепные конюшни. Он коллекционирует яхты и держит богатейшую художественную галерею. Он известный режиссер и успешный сценарист. Он отлично поет, и пластинки с его песней выходят и по сей день. Его поместье служит домом не только ему, но и огромному количеству кошек и собак. Было время, когда одновременно в доме Делона проживало 17 псов. Олен Делон однажды признался. История моей жизни настолько невероятна, что ни один журналист не сможет ее описать. Хотя нашелся один такой Бернар Виоли и даже перелопатив кучу материала, опросив миллион человек, написал книгу «Тайные связи» Олен Делона и на первой же конференции заявил, что не понимает, где правда, а где выдумка. Кстати, книгу напечатало только издательство «Фламмарион», а остальные издатели просто побоялись гнева великого Делона. Вот такой он уникальный и потрясающий Олен Делон. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, у нас впереди много интересного. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok